всем привет уважаемые подписчики и зрители канала с вами армаг и сегодня мы продолжаем цикл обучающих видео уроков героя меча и магии от а до я будем продолжать с вами разговаривать о проведении битв с нейтралами поговорим с вами о штурме и защите города а также очень много особенностей игровых в том числе с использованием магии которые вам могут быть полезны некоторым игрокам бывает очень сложно определить в каком же городе стоит цитадель форт и замок в котором не стоит вот например первый город во первых все города у которых нет форта они очень низенькие по размеру ну почти все по крайней мере скажем так они очень сильно отличаются либо по ширине либо по высоте что чаще всего происходит и вот этот город без форта то есть вам там показывается просто домик когда вы правой кнопочкой кликаете по нему внутри него справа ничего не находится если же стоит хотя форт то видите тоже есть один домик показывает золото и в этом случае показывает домик в котором нет шпилей да но при этом показан сам форт который якобы стоит в этом случае вы знаете что соперник не построил цитадели замок это же такой город можно атаковать это просто видите город где появляется такой вот ров если же появляется ров синенький вокруг города это говорит о том что там уже стоит цитадель к но сам замок видите внутри показывается точно такой же в этом случае вы будете точно знать что там есть цитадель и вам придется сражаться против одной из башен вот замок видите здесь не стоит и есть еще третий вариант это когда будет уже отстроен замок и вот еще раз повторяем как они отличаются между собой смотрите в этот правенький слотик и здесь уже такой высокий город с двумя шпилями два больших две большие башни высокие там показаны и тоже есть ров это говорит о том что там отстроен замок то есть там будут более крепкие стены там будет целых три стреляющих башни особенно важно такие моменты понимать когда вы собираетесь ехать не главным героем а каким-то вспомогательными у него армии немного и вам надо примерно в голове прикинут а хватит ли этих сил чтобы захватить тот или иной замок у соперника и зная вот такие вот казалось бы мелкие особенности вы будете себя чувствовать более комфортно и сможете лучше рассчитывать свои силы во время штурма того или иного города и так вам приходит к примеру цель к которой вы собираетесь защищать город при штурме мы как раз а штурма города защите города во время штурма будем разговаривать так ну лишних героев мы сразу же с вами будем удалять они нам не нужны замок у нас отстроен можно поставить гирью магов опять же при желании улучшить феечек и так далее вот делаем максимальную скупку и допустим вы не собираетесь со своей стороны делать единички это принципе одна из главных ошибок которые могут быть у новичков и вот вы сидите пытаетесь защищать город на вас к примеру выезжает какой-нибудь стек давайте посмотрим вот таким вот образом и начинается битва на стороне защищающегося автоматически появляются три башни поэтому если у вас нет перевесов ближнем бою ваша задача стоять на своих местах не выходить за пределы города и так далее здесь же тут принципе 50 на 50 смотрите если вы выбежите с одной стороны вы станете напрямую стрелу и вас будет легче расстреливать полную силу с другой стороны те кто дойдут возможно смогут заблокировать стеки стрелков и у стрелков будет штраф а со штрафом они бьют крайне и крайне слабо можно стоять на одном месте и расстреливать магии тем более что магии у вас предостаточно ну и в первую очередь конечно же расстреливать грейдженных стрелков а всеми остальными просто уходите в защиту а здесь же наоборот точно также соперник пытается вас закидывать магии какой-нибудь и расстреливать теми юнитами которые имеются чем быстрее у них получится забрать ваш город тем лучше и периодически постреливаете стрелочками друг по другу ну магия быстро заканчивается конечно выстрелы они тоже не бесконечны поэтому если вы не будете выходить из города у вас в принципе все шансы на победу еще будут за счет перевеса по магии вы получаете все больше и больше преимуществ здесь в данном случае сидеть внутри города вам очень даже выгодно и вот уже серьезный перевес наметился с вашей стороны вот что значит городские стены и длительное расстояние от стрелков насколько же они слабо себя показывают ну а дальше под конец в принципе можно даже попробовать и выбежать поскольку преимущество по скорости уже начинается на вашей стороне плюс магия хотя магия даже закончилась блокируете центральные стеки и все дальше вы их добиваете поэтому не выйдя из города вы имеете вот такие вот потери видите огромные казалось бы ну и забираете те артефакты которые там были но можно поступить и другим путем например оставить на защите города казалось бы мало армии вот допустим у вас не будет никакого главного героя на защите да у вас есть просто армия которую вы можете оставить то есть вы можете оставить только вот такие вот стеки грубо говоря и уезжаете да и вас приезжает штурмовать какой-нибудь герой у которого в принципе есть мана эти ребята стоят внутри а вы понятное дело пытаетесь все все это дело расстрелять и получается что здесь уже выстоять у вас при всем желании не получится теряет клавиус 10 стрелков и все а вы хотите чтобы этот город лучше был защищен но с этой же армией можно ли это сделать оказывается что да ребят можно чтобы соперник терял больше армии надо чтобы бой затягивался как можно сильнее для этого ну вы оставляете там армию к примеру примерно такую же плюс минус и какой-то из стеков неважно какой вы начинаете делить на единички чем больше будет то ли единичек то ли не единичек но разного рода вот таких вот стеков тем выше будет вероятность что соперник вас не сможет убить за один а иногда даже и за два раунда вот давайте наглядно это посмотрим вот он например атакует и смотрите вместо того чтобы стрелять по одному стеку там уже придется стрелять по многим стекам а у вас вот 4 стека стрелков да таким образом вы минусуете 1 минусуете 2 плюс у вас есть какая-нибудь магия до минусуете 3 и 4 вот теряется армия здесь опять все уходят в защиту здесь опять начинается минусуется 1 минусуется 2 и чтобы уже хотя бы в этом раунде закончить магией минусуете 1 стеки добиваете в этом случае опять же вы теряете около 9 а если у соперника не будет маны он потеряет даже больше ребят то есть вы с одной стороны заставили больше магию использовать и при этом терять в теории больше армии особенно если у него будут не стрелки вот если будут не стрелки мы с вами тоже этот вариант можем сейчас проверить там ситуация становится совершенно обратной тоже оставляете юнитов внутри делите все это дело между собой уезжаете у вас какой-нибудь соперник у которого из армии есть только пешеходы вот например сандра до поедет допустим он зайти в город никак не может и все что он может это кидаться магии да поэтому ему надо сидеть и кидать постоянно по вам магии ждать пока откроются ворота в надежде что они откроются скоро но мана не железная продолжается так ну мана еще есть то есть все больше и больше маны вы вытягиваете из врага и на последний стек у него даже не хватит там уже придется входить и добивать остатками дендроидов да хотя казалось изначально что дендроидов много и должен до стоять но пока работают башенка конечно вам ничего не страшно вот а теперь когда не стало башенки будет следующая ситуация у дендроидов пятая скорость у вас восьмая поэтому словить вас будет крайне и крайне сложно по сути здесь можно попытаться было бы свести партию даже к ничьей если бы у вас юнит остался летающий но в данном случае он не умеет летать поэтому все равно вы проиграете как только откроются ворота вот ворота открываются и после этого уже заходят дендроиды которые контролируют здесь ситуацию и от них сбежать будет уже в разы сложнее вот становятся дендроиды вам придется вот так вот бегать и стараться не подставиться а дендроиды со своей стороны будут становиться так чтобы вы никуда не убежали вот у вас появилась возможность встать поэтому встаете сюда к примеру и все после этого вы можете только в город к примеру забежать им тоже придется становиться где-то здесь вы отбежали они опять подходят здесь уже все получается что вы никуда не денетесь то есть рано или поздно они вас все равно словят поэтому город берется например видите с потерей в шесть дендроидов наглядный пример того как если бы не было разделения на единички как бы все происходило заезжаете в город опять же оставляете армию и уезжаете находите героя у которого дендроиды заезжайте наш итак а теперь попробуйте не делить армию то есть вы оставляете ее как есть уезжаете и вас штурмует герой с дендроидами ему будет гораздо проще потому что он может всю свою ману тратить на сразу конкретные стеки видите ему не надо будет семь раз бить магией по вашим стекам ему достаточно вот один стек сразу выбился один может быть убьется не из первого раза за несколько но в любом случае потерь будет гораздо меньше все тогда было потеряно девять сейчас потеряно два разница всем дендроидов и это только на дендроидах мы проверили юниты могут быть гораздо меньше по размеру и там уже ситуация может быть совершенно другой но вы скажете а вот если соперник оставил кучу единичек в городе что типа делать неужели нельзя каким-то образом сократить себе потери грубо говоря можно и очень даже можно к примеру вот соперник оставил в городе такую вот армию кучу единичек да чтобы никакой лошок не мог забрать этот город например вражеский но вражеский лошок атакует город и например каким-нибудь массовым заклинанием типа волны смерти берет и убивает всех он теряет со своей стороны всего лишь одного к примеру дендроида зато вам вырезают кучу всего лучше всего конечно волной смерти захватывать такие города например пачкой скелетов или зомби ну то есть какой-нибудь нежитью да на которую это все дело не действует и все проще простого за один раунд такие города тоже можно забирать но дело в том что волна смерти далеко не всегда же будет ее еще нужно найти поэтому если вы знаете что у соперника нет этого заклинания или скорее всего нет то по крайней мере можно попробовать почему бы нет итак теперь предлагаю рассмотреть вариант когда вас атакует герой только на пешеходах либо помимо пешеходов там есть немножко стрелков или летунов но которых довольно быстро можно будет убить что в этом случае делать есть небольшая хитрость которую может применить тот герой который защищается внутри города также добавляем с вами единички можем даже при желании поделить их поровно вот и вас атакует например какой-нибудь герой которого огромнейшая пачка дендроидов то есть существа вроде как медленные но при этом серьезные ваша задача убить катапульту если вы убьете катапульту до того как она откроет ворота соперник никак не сможет зайти внутрь кроме как преодолевая ров если хотя бы где-то пала стена поэтому находите какое-нибудь заклинание которое наносит побольше урона и стараетесь накинуть на врага вот 360 например таких заклинаний придется применить конечно же несколько не стоите на одном месте ну а враг там независимо от того есть у него мана или нету будет вынужден вас ждать пока сами ворота откроются может быть магия какая-то есть он там начинает минусовать вам какие-то стеки даже и все баллиста сломана смотрите ни одна стена не пала или там допустим пала слегка все враг уже не зайдет что в этом случае делать хочет он того или нет но ваши башни его теперь уже расстреляют потому что выстрел и бесконечные ребят вы можете просто постоянно уходить теперь в защиту даже ману никакую не тратить и просто ждать пока соперник погибнет он может через ров там пытаться пройти в надежде что какой-то проход там все-таки имеется на его там может и не быть в итоге и вот он видит что прохода нет поэтому бой может получиться долгий но все равно победитель проиграет а бывают случаи когда все таки вроде и башен уже нет соперник например баллистой вам выбил вроде как и у вас осталась там одна какая-нибудь феечка но у него очень медленные существа которые даже в случае морали если она у них есть если нет морали то вообще ситуация крайне плоха но если есть мораль то даже в случае морали например они проигрывают в скорости и не могут догнать то в этом случае это патовая ситуация либо ребята договариваются на ничью либо в турнирах обычно прописывается данная патовая ситуация таким образом что соперник который атаковал если он не в состоянии догнать того кто защищается в этом случае он обязан либо откупиться либо сбежать поэтому казалось бы маленькими потерями отделался герой который защищается и таким образом просто не дает зайти врагу на свою территорию имея в разы меньше армии вы добываете для себя победу таким образом клавиусу придется отступать его армия с каждым раундом все больше и больше начинает таять но например а если даже вашу катапульту убили можно ли что-то в этом случае придумать в принципе можно есть такое заклинание как землетрясение которое рушит стены но в этом случае опять же нужно иметь каких-то быстрых или летающих существ которые ну при принципе если есть летающие даже стены не важно рушить но быстрых пешеходов чтобы вы могли догонять врага который будет летать по всему полю и гонять вас за собой иначе разрушите вы стены но все равно будете не успевать по скорости этого ничего абсолютно не даст ну кроме того что вы может быть башни таким образом разрушите и это приведет к тому что по вам хотя бы не будет идти никакой урон но опять же будет патовая ситуация соперник не захочет с вами драться а вы не сможете хотя и будете этого хотеть и так давайте рассмотрим разные варианты того как можно залатать стены когда вы сидите на защите города во время его штурма или же задержать соперника который стал норов как можно на более длительный срок чтобы он в этом случае понес максимально возможный ущерб для этого давайте с вами побольше единичек с собой возьмем а теперь в общем то поедет 2 герой уже атаковать вот возьмет с собой к примеру 2 стека дендроидов поднимет себе статы и полный вперед так ну допустим оставляем все как есть и дальше смотрите стреляют ваши башенки а соперник пытается пробить одну из стен вы понятное дело не хотите никуда высовываться просто стоите и ждете а соперник свои стеки подгоняет поближе в надежде конечно же вот уже в стенах появились дыры правильно поэтому соперник почуяв неладное сразу же начинает подгонять своих юнитов чтобы потом можно было заходить через эти проходы что вы можете сделать во первых можно поставить единички которые закроют эти проходы вот таким вот образом теперь даже если дендроиды станут на ров они не смогут зайти им придется целый раунд потратить на то чтобы убить единичку потом остаться на этом рву и таким образом продолжать со своей стороны получать урон от этого рва вот смотрите становится и ров наносит ему урон далее еще один становится и тоже ежевичная ограда так называемая 70 урона наносит и он при этом остается на месте он еще не может даже бить а вы можете попробовать свои единички некоторые подогнать поближе чтобы они уже стояли на поготове и соперник пока что там стоит и продолжает терпеть проблемы все уходят в ожидании смотрите они бьют остаются на рву тоже бьют остаются на рву и вы сразу же подставляете следующие единички которые точно также продолжают дендроидов удерживать на таком расстоянии казалось бы вроде и армии вы теряете не очень много но с другой стороны соперник и от ваших башен три башни каждый раз стреляют терпит урона после этого он еще и терпит урон от этой ежевичной ограды как в данном случае получается что он вынужден гораздо больше армии терять нежели в принципе мог бы и вот у вас заканчиваются единички и в следующий ход они должны были бы заходить внутрь но есть такая вещь ребят которая называется силовое поле и если это самое силовое поле поставить в нужном месте ну вот здесь я его поставил неправильно да надо было чуть поближе да вот тут я затупил поэтому пожалуй подождем еще чуть-чуть и силовое поле она может закрыть проход чтобы соперник не мог зайти а нет здесь ближе не получилось бы ну допустим даже так то есть вы куда-нибудь отбежали соперник каким-то образом даже заходит и продолжает со своей стороны терпеть какой-то урон а вы можете выскочить из города и сопернику опять придется за вами выходить при этом бегая опять же через ров потому что других выходов у него нет и он ворота открыть не может пока баллиста ему не откроет эти ворота вы со своей стороны можете даже не через силовое поле удариться в магию огня и поставить стенку и стенка конечно же она тоже не позволит им нормально себя чувствовать когда будут входить внутрь города вот вы забежали например домой 11 к примеру заходит а второму придется или через несколько рвов заходить либо же заходить через стенку огня которая наносит ему еще кучу урона причем когда вы заходите вы не можете выбрать по какому именно он пути пойдет то есть он там уже сам решает для себя на автомате а вы опять выбежали к примеру и опять надо выходить и опять через стенку огня и сколько урона соперник таким образом начинает терять а помимо этого всего вы еще можете накидывать слепоту которая тоже будет продолжать удерживать какие-то стеки на одном месте этот например зашел и вы его и стараетесь выбивать а второй стоит ослепленный его конечно попробуют оживить ров но это будет позже таким образом вы можете очень и очень сильно задерживать еще раз какая-нибудь стенка и опять через стенку надо выходить ну то есть смысл я думаю вы поняли единичками можно закрываться можно силовым полем но только надо подобрать место где это силовое поле сможет реально хорошо помочь возможно есть смысл его даже ставить где-то ну вот допустим отошли что если силовое поле ставить перед воротами где-нибудь вот таким вот образом да и получается что человек уже не зайдет ну точнее юнит конкретный вот ему сейчас перейдет ход и видите у него нет возможности туда заходить а сверху там другой какой-нибудь стоит тоже не может зайти поэтому перед воротами даже интереснее получается ставить силовое поле сопернику придется дольше стоять ну и плюс не забывайте за берсерки тоже один из возможных вариантов если соперник находится где-то позади как можно заставить соперника потерять катапульту если у вас магии мало вы можете накинуть на него просто берсерк и он эту катапульту убьет сам по своей же армии вы можете расстреливать сколько будет угодно а он подойдет разрушить свою катапульту и все таким образом дальше уже у вас стены не будут падать поэтому казалось бы такие простые хитрости но именно на простых таких хитростях и строится каждый бой то есть где-то в каком-то моменте ты стараешься выжимать максимум и наиболее непредсказуемо сыграть для своего соперника допустим берете того же сандра атакуете на скелетах еще раз но при этом уже имея экспертную магию воды здесь цель к уходит к примеру в защиту вы со своей стороны конечно же будете использовать какой-нибудь телепорт благодаря тому что магия воды прокачана вы сможете телепортироваться внутрь и таким образом сразу же наносить ущерб по сопернику который всеми силами будет пытаться куда-нибудь убегать но не все стеки могут убежать что для вас и будет большим плюсом да плюс у вас может быть еще и какая-нибудь магия которой вы там минусуете вражеские стеки но маны нужно иметь конечно же предостаточно чтобы если соперник начинает от вас убегать чтобы у вас было много возможностей через телепорт куда-то отправляться и минусовать каждый раз потому что они постоянно будут стараться прятаться за стенами в этом можно даже и не сомневаться а вы будете работать по накатанной само заклинание довольно дешевая поэтому вы можете успевать таким образом перебить всю армию какая бы быстрая она не была и куда бы она не успевала прятаться вы ее будете доставать везде по полю и никаких шансов не будет но с потерями конечно все это дело будет происходить куда же без этого но самое же главное что это приведет вас к победе не так ли теперь давайте предположим что на защите города сидит какой-то очень и очень топовый герой с перевесом по армии например у него есть пачка кавалеристов плюс у него вот такие вот замечательные статы он со своей стороны еще и делает доскупку таким вот образом и вы будете его пытаться штурмовать этот город каким-нибудь героем типа слабенькой айн у которой вроде как статы неплохие но она проигрывает плюс она является магом как ни крути в отличие от крэга и у нее шансов на победу как таковых маловато смотрите вы атакуете что вам нужно в этом случае делать если успеет крэг выйти из города то в этом случае можно считать что вы проиграли вот это вот пачка она просто убивает ваших скелетов на раз-два ну из-за того что скорость небольшая допустим они там начинают защищаться либо вообще первая скорость за вами да у вас есть какие-то быстрые юниты ваша задача закрыть ворота и чтобы они не могли открыться так вот для этого чтобы они не могли открыться вам нужно стоять вот прям перед воротами вы стали прям перед воротами и теперь никто не сможет выйти из города смотрите никто не может вот нажимать куда-то даже если станут впритык видите ворота не открываются более того даже если вы здесь подставите какую-то единичку и ее убьют ворота все равно не откроются вот если вы единичку поставите не вот здесь впритык а чуть чуть дальше тогда да тогда они откроются но если впритык нет и получается что соперник вроде как имеет перевес над вами но он не может выйти и что-то вам сделать он может только ждать пока ваша баллиста откроет ворота либо же откроет какую-то стену чтобы через нее можно было пробежать поэтому время начинает работать на вас а вы например с помощью какой-то серьезной магии начинаете просто минусовать ему его серьезный стек а его серьезный стек ждет пока все-таки где-то откроется ворота или стена чтобы там можно было пробежать и таким образом вы просто заперли соперника в своем же доме особенно новички любят запираться не понимая что они таким образом не реализовывают даже какое-то свое преимущество и потом удивляются что как так вообще можно было выиграть типа преимущество же было за мной тебе повезло все дела но ни о каком везении тут даже близко и речь не идет дальше стрелочками начинаете выбивать поскольку магии не хватает ну в любом случае даже здесь и если магии не хватит то смысл был показать что таким образом можно запереть какого-то важного и в разы сильнее героя чем тот который есть у вас и особенно это против воинов хорошо действует или против героев у которых летающих существ мало либо они есть но они слабые и сопернику будет невыгодно к примеру их использовать по какой-то причине и вот вы видите что армия конечно теряется очень и очень быстро ну больше вы конечно не сможете ничего выбить при всем желании но в любом случае вы сделали очень многое дальше я думаю смысла показывать этот бой нет но например можно ли было этот бой выиграть в принципе по такой тактике если бы у вас был еще какой-то герой лошок вполне можно почему нет смотрите крэк точно так же садится на защиту города пополняет ману точно так же скупается а вы сначала каким-нибудь ложком забегаете внутрь города у с какой-нибудь отстойной армии пусть это будет даже холон и у него например есть свиток армагеддона или книжка огня мы удалим даже всю лишнюю армию ему достаточно просто взять с собой какие-то единички неважно какие именно они будут вот как-нибудь вот так вот удаляете лишнее то есть вы его специально пускаете на убой это называется магический хитран когда вы атакуете ради того чтобы потерять и свою армию и армию соперника соперник даже если выбегает он не успевает вас убивать вы со своей стороны даете армагеддон который вырезает много армии сопернику и вам уже будет атаковать соперника гораздо проще можно попробовать еще одним героем если у вас опять же есть переученный армагеддон у разных героев точно так же атаковать давать армагеддон и так далее можно под армагеддон передавать какие-нибудь артефакты которые силу магии поднимают таким образом вы больше урона нанесете в данном случае у вас даже иммунитет есть от армагеддона вот как в данном случае дальше можно попробовать отступить или откупиться откупиться я думаю даже повеселее смотрится и таким образом все больше и больше в общем то вести к тому что у соперника ситуация будет только ухудшаться и армии будет становиться все меньше меньше и меньше на таких хитранах магических не единожды побеждали игроки особенно топово магический хитран будет смотреться ребят в том случае если у соперника не один или два сильных стека а когда у него реально много стеков магических в этом случае ну точнее не магических а сильных в этом случае армагеддон прям может очень сильно решать в чью-то пользу то есть берете какого-нибудь пики драма даже не важно да с серьезными статами в первую очередь на силу магии чтобы они были у вас армагеддон например наносит какой-то серьезный дамаг вот в данном случае 730 что позволит при нападении вам сделать вот такие вот вещи и там 70 хп по сути остается 90, 90 и 35 да еще и огненный щиточек с вашей стороны и соперник даже если захочет там стрелочки покидать стрелочки магические не работают первого уровня только ударами молний каких-то можно там пытаться минусовать и фритов и таким образом можно довольно легко выкосить армию сопернику даже если вы ее не добиваете то потом следующим героем идете и добиваете ее уже следующим важным героем теперь давайте с вами поговорим о контраргументах которые у вас могут быть против армагеддона соперника соперник на каких-нибудь черных драконах и фритах или ком-нибудь собирается кастовать на вас армагеддон вы конечно можете взять красный шарик сферу запрещения вы можете взять плащ отречения и таким образом запретить использование либо всей магии вообще либо разрешить только магию первого второго уровня а все что выше запретить во время боя но есть и более хитрый вариант когда вы берете сферу уязвимости соперник об этом не знает и эта сфера уязвимости ребята во время боя приведет к тому то соперник который будет вас атаковать потеряет свои уязвимости к огню но теряют они уязвимость к огню только во время вашего хода а не во время его хода поэтому вы тоже здесь можете допустить определенную ошибку и собирается сейчас убивать вас армагеддоном понимая что у него есть якобы иммунитет к этой магии берет свой армагеддон кастует его и каково же ваше удивление когда вы видите что оказывается иммунитет огня то у него остался а все из-за того что сфера уязвимости работает по хитрому и с ее работой надо сначала разобраться то есть если сфера уязвимости находится на вашем герое но армагеддон кастует он у него иммунитеты остаются поэтому жизненно необходимо чтобы армагеддон кастовали именно вы вот допустим соперник приходит к вам но если первая скорость будет за вами а не за ним поэтому мы ими провейтимся и именно вы будете кастовать армагеддон то смотрите что случится вы вырезаете ему армию то есть сфера уязвимости работает таким образом что даже если она у вас есть она работает во время вашего каста но она не работает во время его каста то есть в принципе работа сферы уязвимости она довольно таки уникальна и на экране вы можете почитать о ней более подробно там есть целый ряд разных интересных моментов которые нужно знать потому что ну не совсем логически она будет работать так как вы это можете предположить один из таких спорных для многих моментов но тем не менее механика работы этого артефакта именно такова и с этим приходится мириться также какой признак может быть армагеддона со стороны соперника если вы сидите на защите города ну вот если он даже не идет на эфритах если идет на эфритах, огневиках, на черных драконах на каких-то единичках вас атакуют конечно вероятность армагеддона с его стороны она довольно таки высока на тех же огненных птицах в том числе но если он идет например на каком-то одном или нескольких серьезных стеках вас атаковать то первый признак того что он будет делать армагеддон это то что у него имеется юнит у которого нет иммунитета от огня при этом это главный герой например вы точно знаете со стороны оппонента но он ни с того ни с сего берет и кастует антимагию о чем это может говорить вариант первый он боится какой-то магии от вас особенно если у вас есть мана и если вы играете за мага и просто хочет сохранить от магии своего юнита важного чтобы он простоял подольше но если вы воин или маг у которого остается мало маны накидывание антимагии вас должно наводить только на одно но соперник явно будет стараться накидывать массовую магию это армагеддон это цепная молния или что-то вроде того поэтому либо вам надо постараться снятие заклинаний кинуть которое в данном случае накинуть нельзя лечение тоже накинуть на врага нельзя поэтому вам надо будет накидывать антимагию на свои стеки в данном случае у вас не хватает ману в противном случае когда пойдет армагеддон то конечно мало не покажется а армагеддон не подействует на этих ребят и возможно есть смысл вам уже начинать выбегать на всех парах вперед до тех пор пока он еще этот самый армагеддон не кастовал потому что если вы не успеваете идет в общем-то армагеддон и а-ля победа хотя в данном случае видите армагеддон все-таки подействовал ну все-таки магия земли не прокачана как ни крути если прокачать магию земли до эксперта то не подействует и таким образом можно на армагеддоне тоже праздновать победу а вы со своей стороны можете распознать соперника который пользуется армагеддоном даже если вы на карте увидите героя который бегает на юнитах у которых есть иммунитет от магии либо же вообще иммунитет чисток магии огня это должно вас наводить на мысль что у соперника уже есть армагеддон и он им пользуется для того чтобы выиграть и у вас и в битвах с нейтралами тоже вполне может применять также ребят хотелось бы рассмотреть вариант штурма башни все города штурмуются довольно-таки непросто если хорошо удерживать и грамотно их оборону сложнее всего штурмовать наверное город болота потому что там двойной ров идет и его сложнее преодолеть а проще всего берется башня из-за того что мины которые стоят по началу перед городом они одноразовые поэтому вот берем с вами башенку неважно какого героя и садимся к примеру на защиту города и вас будет атаковать какой-нибудь вражеский герой атакуется город мины конечно же пропадают и герой вроде каких не видит здесь даже повезло быстро ворота открыть но мы рассмотрим вариант когда ворота якобы не открылись да вот что делать соперник будет стоять внутри пытаться как-то магией вас там убивать и тому подобные моменты а вы начинаете подходить все ближе и ближе пытаетесь разломать какую-нибудь стену для того чтобы взорвать мину достаточно использовать какую-то единичку смотрите встаете на мину и все ворота по сути уже открыты можно сказать что как только там падет стена вы сможете смело зайти туда уже ничего вас не удержит от этого из-за этого мины но они настолько бесполезны часто и тут придется уже закрываться потому что соперник уже смело видите заходит благодаря тому что вы в общем-то ворота уже успели открыть таким образом вы сможете продолжить гонять соперника по карте а ему будет все сложнее и сложнее от вас закрываться так ну здесь вы подставились на мину да и вот здесь вот ему уже убежать от вас не получится где бы он не стал вы уже достаете пригвоздите его и дальше в общем-то будет одностороннее избиение по сути то есть это первый вариант да использовать единичку чтобы убрать мину вариант второй мы с вами сейчас тоже рассмотрим садитесь внутри города опять же берете героя у которого есть экспертная магия воды крэг есть с водой ну что ж ладно тогда используем крэга для штурма города на него правда надо передать армию основную и даже несмотря на то что маны у крэга мало что он может сделать для того чтобы мин больше здесь не было если прокачана магия воды экспертного уровня нужно снятие заклинаний кастануть вы кастуете снятие заклинаний и смотрите как пропадают мины все все мины с поля боя пропали теперь можно туда остановиться и ничего в общем-то не бояться таким образом вообще не остается мин и одним кастом заклинаний вы по сути сделали так чтобы соперник не мог нормально защищаться вообще просто легчайшее взятие города таким образом если ваш соперник играет за башню и вы это точно знаете просто качаете воду снимаете мины таким образом и в одну калитку выносите соперника в финальном бою ну особенно это против новичков хорошо может сработать с другой стороны герой который сидит внутри города он может быть с красным шаром поэтому красный шарик не даст кастовать вообще никакую магию во время боя и там вы уже ничего не снимете там уже будет конечно в разы сложнее надо будет надеяться на свои силы но зато опять же вы будете уверены что соперник не убьет вам баллисту как раз таки красный шарик это перестраховка вот если у вас серьезный и внушительный перевес по мощи армии можно на финальный бой одеть красный шарик или плащ отречения в идеале красный шарик и не бояться за свою катапульту точнее не баллисту также всем советую ознакомиться с разными моментами которые вам будут интересны при штурме это как рассчитывается урон от стрелковых башен насколько сильны сами стены сколько урона наносит ров как наносит урон катапульта какие-то интересные тактические моменты при штурме независимо от того где находится ваш соперник внутри города или на карте где-то в идеале перед тем как атаковать главным героем надо проверить что у соперника есть для этого напасть любым лошком даже если у него по сути нет армии но у лошка должно быть либо много стэков либо первая скорость в бою вот например айслен с одним пегасом она вполне может попробовать атаковать для разведки смотрите она атакует у нее первая скорость поэтому она первой ходит и что вам нужно успеть сделать во первых вы проверяете статы у героя которые есть если у вас эти иконки не появляются то через клавишу ай их можно отключать и подключать смотрите сколько маны и есть ли она если нет маны то это огромное облегчение для вас также нужно кликнуть правой кнопочкой по юнитам соперника первое что на что вы должны обращать внимание это скорость в данном случае вы видите что скорость у кавалеристов седьмая но в скобочках стоит восьмая восьмую скорость они вместо седьмой получают за счет плюс один скорости на родной земле но там может быть и больше например 9 10 11 это значит что у соперника есть артефакты которые добавляют дополнительную скорость и вам нужно об этом тоже заранее знать еще нужно смотреть на здоровье возможно соперник собрал фиал жизни или пособирал колечки на дополнительное здоровье особенно там под скелетов каких-нибудь или низкоуровневых юнитов может быть здесь 101 сейчас показываться 102 или там 125 если собран фиал да сборный артефакт таким образом это будет тоже серьезным и серьезным плюсом на самом то деле плюс можно проверить сразу же нажать на книгу заклинаний и какое-нибудь заклинание да если у вас бы сейчас написало что невозможно использовать то вы бы знали что у соперника одет красный шарик таким образом вы бы уже готовились к финальному бою зная что у него красный шар есть вот мы с вами можем это сейчас и проверить одеть на этого героя красный шарик оковы войны тоже вот таким вот образом вы атакуете у соперника первая скорость но в зависимости от того как он ходит начинаете ходить и вы убить например все стеки ну волной смерти он может или еще чем нибудь там уже надо смотреть по ситуации в идеале атаковать с первой скоростью вы нажимаете на книгу заклинаний и что красный шарик там не одет да получается и оковы войны тоже пробуете откупиться и видите что там одеты оковы войны то есть вы не можете откупиться таким образом вы знаете что ваш главный герой если он планировал напасть а потом откупиться или сбежать у вас это уже не получится поскольку здесь оковы войны такие моменты тоже надо сразу же проверять поэтому не удивляйтесь когда опытный игрок какой-нибудь слабенькой армией вас атакует делает он это специально это делается для проверки ему важно понимать все что у вас есть и быть готовым к этому давайте проверим что там да красный шарик не одет вот сейчас его например одеваете атакуете каким-нибудь героем и вот только вы нажимаете на книгу заклинаний вам пишут что магаж использует сферу запрещения и никакая магия в игре не может использоваться таким образом это провал может быть не красный шарик а плащ отречения к примеру да здесь сфера запрещения а там плащ отречения который не даст использовать заклинания высокоуровневые только низкоуровневые что для магов в любом случае будет неприятно а для воинов вот эта вот игра через ускорение замедления она вполне себе допустима так что не забываем проверяйте на статы на ману на наличие плаща отречения плащ отречения проверяется через нажатие на любое высокоуровневое заклинание красный шарик проверяется просто на нажатие книги заклинаний оковы войны проверяются на возможность откупа или сбегания вот видите нельзя сбежать то есть если вы просто нажмете и покажет это еще ничего не значит а вот когда вы реально пытаетесь сбежать или откупиться вот тут уже по оковам войны сразу же все будет видно также допустим вы знаете что у соперника есть очень сильная магия там типа цепной молнии да или взрыва ну вот в данном случае давайте вы знаете что у соперника есть взрыв он например в какой-то момент это показал или вы видели как он брал книгу земли к примеру что вы можете сделать соперник например ждет какого-то каста от вас что можно сделать против взрыва ну первое наверное это либо антимагия которая сильно прокачана но она спасает не от всех заклинаний к сожалению либо же можно сделать так чтобы его взрыв наносил в два раза меньше урона для этого кастуете защиту от земли и все на него взрыв будет действовать в два раза слабее вот когда доходит дело до нагаша который хочет кастануть взрыв взрыв должен был бы наносить 1150 урона но он будет наносить теперь меньше ребят в два раза если кастанет ну в данном случае не получится даже мы попробуем сделать вот таким вот образом вот тут защитимся от взрыва вот если здесь мы захотим кастовать взрыв который должен нанести 925 урона вы кастуете на соперника и он наносит 278 урона ребят точнее 647 но это из-за того что земля не экспертная была бы экспертная земля она бы сильнее защитила этим кастом но зато вы таким образом заставляете соперника тратить больше маны а ваше воскрешение например потом может работать лучше от армагеддона защита от огня защищает к примеру от цепной молнии защита от воздуха защищает и такие моменты тоже вам важно вовремя просечь о том какие преимущества есть у соперника и стараться сразу же перестраховаться но опять же защита от воздуха земли воды огня она должна быть экспертной иначе накидывать на каждый стек вы просто не будете успевать во первых это дорого по мане во вторых соперник все равно будет успевать даже какой-то массовой магией или не массовой одиночными минусовать вам очень много армии пока вы будете стоять на месте и так сказать бафаться защищать свою армию от магии соперника еще одним вариантом как можно защититься от цепной молнии соперника давайте рассмотрим варианты основными вариантами того как можно защититься от цепной молнии являются, конечно же, сфера запрещения, или так называемый кэше, или красный шар, который запрещает магию вообще во время боя. Это, конечно же, плащ отречения, который, если вы оденете, то соперник не сможет кастовать против вас какие-то серьезные заклинания выше второго уровня, к примеру. Вот можете специально напасть на кого-нибудь, начинается битва, и нажимаете wait, соперник пытается кастовать какие-то высокоуровневые заклинания, допустим, пусть это будет цепная молния, но плащ отречения не дает творить заклинания третьего уровня и выше, то есть только первые два уровня. Таким образом можно неплохо защититься. Но даже это полубеды на самом-то деле, потому что есть вообще очень хитрый брелок отрицательности, который запрещает любые молнии, не только цепную, но и ледяную молнию, а также воздушную молнию во время боя. Вот, к примеру, вы атакуете, да? И прикол еще заключается в том, что не только враг не может на вас кастовать какие-то молнии, да? Вот, например, удар молнии. Пишет, что не подействует ни на кого. Давайте попробуем водяную молнию. Вот она, ледяная молния. Нажимаете. Хотя нет, видите, ледяная проскальзывает. Ледяная как раз проскакивает. Значит, воздушная. Никак. И получается, что цепная молния. Но в данном случае на нее, правда, маны не хватает. Возьмем Ведамину, возьмем ей брелочек и сделаем у Орлаша, к примеру, много стеков. Атакуете Ведамину и смотрите. Вы пытаетесь прибежать к сопернику или начинаете сначала уходить в ожидание, да? Дождаться, что соперник кастанет. А соперник, в свою очередь, начинает кастовать цепную молнию. Она бьет на 4 стека, но если у вас экспертная магия воздуха, то ударит на 5. И дальше остаетесь на месте, к примеру. Вот цепная молния нанесла урончик. Ну, довольно маленький, из-за того, что статы маленькие на самом-то деле. Зато здесь крайне сложно было бы этим героям кастовать магию, поскольку здесь кулончик. Ну, мы это можем по вот такой вот молнии даже проверить. Кулончик не дает кастовать. Более того, одна из видов защиты от цепной молнии, это как раз-таки атака. То есть, поближе прибежать, чтобы на соперника эта молния уходила, даже если он захочет кастовать, да, допустим. То есть, выстраиваетесь вот так вот впритык. Мол, типа, бей-бей магии, ты все равно себя зацепишь. Но когда у вас одет этот кулон, ребят, которая должна была бы даже бить вас из молний, вот это или вот это, она тоже на вас не сработает. Вот запомните, сейчас здоровье у дендроида в 2, то есть, вы по-любому убиваете дендроида воина, если его зацепит магия. И специально ударим по ближайшему кавалеристу. Бьем, и что мы видим, так и осталось 2 здоровья. То есть, когда у вас одет этот кулончик, вы можете цепную молнию не бояться вообще в принципе. Что дает вам ощутимое преимущество. Поэтому, одно дело, когда вы просто используете данный кулон для защиты. И совершенно другое дело, когда вы его используете для своих же атак. Как в данном случае Ведамина. Это делает вас просто невероятно мощным. Потому что вы бьете сразу не по одному, а по куче стеков. В то время как соперник выбивает, скорее всего, вам какие-то стеки по очереди. И в этом плане вы начинаете с каждым раундом все больше, больше и больше его опережать. Но, с другой стороны, конечно, заклинание довольно дорогое. И особо им так уж сильно и так уж долго не получится действовать. Но можно ли без артефактов и без чего-то еще как-то перестраховываться от цепной молнии? Да, ребят, оказывается, что можно. Допустим, вариант, что вы знаете, что у соперника есть какая-нибудь там цепная молния. Что вы можете сделать для защиты? Это взять с собой все боевые машины, которые у вас только есть. В этом случае, когда цепная молния будет бить по вашим стекам, вместо ваших стеков она еще и зацепит. Ну, в любом случае, хотя бы одну, а может быть даже и две из боевых машин. В данном случае, если вы будете находиться с небольшим количеством стеков, то, возможно, даже зацепит и далеко не все стеки. Но мы рассмотрим вариант, когда стеков все-таки много и когда вы атакуете такого-нибудь раскачанного героя. То есть, смотрите, у вас много стеков, вы уходите в ожидание. И смотрите, через каждые 2-3 стека стоит какая-то боевая машина. Враг пытается против вас накидывать цепную молнию, Но по кому бы он ее не давал, одна из боевых машин возьмет какой-то удар на себя. Вот, допустим, бьете посрединке. Все, видите? На баллисту тоже часть ушло, поэтому вы потеряли только 3 юнитов. В противном случае вы потеряли бы больше, конечно. И это заставляет, конечно, часть урона от цепной молнии уходить по боевым машинам, которые не так сильно решают в бою. Если, конечно, это не какой-нибудь гурнисон. А своя армия, таким образом, может подольше постоять, перед тем, как она будет налетать куда-то вперед. Второй вариант, конечно же, который у вас может быть, это кастовать экспертное ускорение. Чем быстрее вы сблизитесь с армией соперника, тем больше будет вероятность того, что когда он будет бить цепной молнией по вам, что эта цепная молния будет зацеплять и его в том числе. Вот, давайте такой вариант тоже с вами рассмотрим. Айслин встречается с Арлашем. И, ну, допустим, у нее не было первой скорости, то есть не было Султана Вифритова. Или она все-таки хочет дождаться, посмотреть, что будет кастовать враг. А враг со своей стороны кастует экспертное ускорение. И всеми силами, видите, начинает сразу же врезаться. Если не всеми стеками, то почти всеми. По крайней мере, кто там добегает каким-то образом и может врезаться. Когда доходит дело до Айслин, ей сложно будет давать цепную молнию. То есть, допустим, если бы этих боевых машин не было, которые взяли бы на себя урон, ушло бы по этим двум стекам, потом по этому стеку и, может быть, по какому-то еще. В противном случае были бы большие проблемы, особенно с разломом здесь еще повезло. И, например, она захочет ударить по этому стеку, да, цепной молнией. Уже в этом случае цепная молния идет частично. По его юнитам частично, даже по своим. То есть, ты берешь и начинаешь убивать свою армию. Поэтому против того же Салмира кастуете сразу же либо экспертное ускорение, либо защиту от воздуха и сразу же врезаетесь. И таким образом Салмир будет чувствовать себя очень и очень некомфортно. Но если у него будет кулончик от молний, на него, конечно, молния не будет действовать. Даже вблизи он сможет ее постоянно кастовать и кастовать на вас, чем, конечно, в итоге может и подзадолбать, что приведет к победе. Но такое, благо, бывает не очень часто, поэтому такой вариант, наверное, вы будете и рассматривать нечасто со своей стороны. Но все равно его нужно держать в голове. Такое вполне может быть. Еще один вариант защиты от цепной молнии от любого героя является то, что вы со своей стороны имеете возможность ехать не с кучей стеков, а с малым количеством. Вы знаете, что цепная молния бьет, например, по 4 стекам минимум. Максимум по 5. Таким образом, не берите с собой 4 стека. Берите 3, 2 или 1, как в данном случае. Поэтому цепную молнию станет кастовать просто невыгодно. Мало того, что он будет наносить меньше урона, вместо урона по куче стеков, которые бы объединился в один, он будет наносить по одному, так и еще и оставшиеся стеки. Они будут страдать у того героя, который будет кастовать эту магию. И соперник, в принципе-то, он может даже не обязательно бежать сразу вперед. Хотя, конечно, когда есть боевые машины, это приходится делать на самом-то деле. Причем, если бы мы через верх побежали, то вероятность, что по двум тележкам было бы больше, что пробежит. И вот вы кастуете, например, цепную молнию. В данном случае она, видите, пошла по боевым машинам. И вроде как все нормально. Вы стараетесь все дальше защищаться, отбегать там, где-то прикрываться с какой-то стороны. Но наступает следующий раунд. И стек уже подбегает ближе. Здесь уже никак не будет цепная молния. А что да, убегать она будет к ближайшим здесь. Поэтому, когда будет даваться очередная цепная молния, она уже будет идти по своим. И так постепенно-постепенно враг будет выбивать и свою армию в том числе. Например, такой маневр мне приходилось тоже в своих партиях использовать. Не помню, привело ли это тогда к победе или нет в целом в игре. Но, как минимум, это делает неудобным проведение боя именно через цепную молнию. И заставляет соперника думать уже несколько иначе. И продумывать какие-то другие стратегии. А заставить соперника играть не так, как он хочет, а так, как это выгодно вам. То есть заставить плясать под вашу дудку. Это, как по мне, очень и очень важно. Итак, допустим, происходит битва между двумя героями. Один герой со своей стороны либо имел много стеков, но остался уже на двух. Либо он изначально имел мало стеков. Второй имеет больше стеков. И первый потихонечку решает, конечно же, там выбивать вражеские стеки через магию или какими-то другими методами. Вы же со своей стороны пытаетесь лишить соперника любых возможностей, чтобы у него кто-то мог ходить. У него может ходить палатка, баллиста и, конечно же, феечки. Вот вы их вырезаете. И задача оставить его каким-то образом на одном стеке. Как только у вас это получится, он станет очень уязвимым. И он, допустим, продолжает дальше каким-то образом минусовать ваши стеки. Все, что вам нужно будет сделать, это накинуть слепоту на его стек. И поскольку он ослеплен, вы теперь можете делать, что хотите. Если у вас хороший маг, ребята, то все, что вам нужно сделать, это воскресить все свои войска. Чтобы данный бой для вас закончился без потерь. То есть соперник может долго и нудно ваши войска выбивать, выбивать. Огромные даже потери для вас сделать. Но если у вас маны много, вы воскресите абсолютно всех. Вот как в данном случае. Потом, перед тем, как будить, конечно же, врага. Вам в идеале надо будет накинуть на него экспертное замедление. Ну или обычное, поскольку стек один. И вы должны ходить первыми потом в следующих раундах. На всякий случай можно будет, конечно, перестраховаться. И если у вас есть экспертное ускорение, в данном случае его нет. Тогда можно было бы сыграть иначе. Можете даже встать где-то поближе, чтобы увидеть у вас сейчас непрямая стрела. Подставляете стрелков так, чтобы враг был под прямой стрелой. И вы могли его хорошенечко выбивать. После чего начинается следующий раунд. И вам надо походить всеми, кто с седьмой скоростью для начала. Ну и выше. Поэтому будете. И дальше у вас уже будет шестая скорость после этого удара. Поэтому можно сразу же накидывать слепоту еще раз. Ну и дальше уже по накатанной. Самая главная фишка, которая здесь была, это воскрешение вашей армии до тех размеров, которые были перед этим. Следующий раунд опять начинается с того же вы будете. И у вас, если хватает маны на еще одну слепоту, то замечательно. Ослепляйте еще раз. И потом в следующем раунде снова будете. Тут уже у вас маны, к сожалению, не хватает. Поэтому дальше вы его добиваете. И получается, что после того, как вы накинули на соперника слепоту, у него ни разу не было возможности ни сбежать, ни откупиться, ни вообще походить своим юнитом. Поэтому внимательно следите сами за возможностью того, что вас пытаются оставить на одном или парочке стеков, которые можно быстро выбить и оставить вас на одном. Либо же вы смотрите, есть ли у вас возможность соперника сделать так, чтобы он на одном стеке. Но опять же, если на одном стеке он остается, у вас должен быть либо берсерк, либо слепота. В остальных случаях толку в этом может и не быть особого. Тогда, если вы не убьете соперника за раунд, то соперник все равно сбежит. Ну, если у вас ударной мощи хватает, убить его за раунд, например, для этого надо сделать, чтобы все ваши походили раньше, то накидывайте на него замедло, ускорение на своих и тогда пытаетесь выбить. Ну, такие моменты многие даже просчитывают. Пользуются там калькуляторами, пытаются урон чуть ли не идеально просчитать. Вообще есть огромное количество разных особенностей, которые можно применять при штурме замка, как защищаясь, так и атакуя. Все, конечно, рассказать просто нереально, по сути, но некоторые аспекты вы узнаете в данном видеоуроке. Также увидите на экране различные надписи и таблички, которые вам в этом помогут. Но сейчас я предлагаю рассмотреть вариант, который тоже вам может помочь при защите города, если вы играете специалистом по баллисте, либо, как в данном случае, просто героем, у которого прокачана артиллерия. То есть герой, который с артиллерией или является специалистом по баллисте, он может управлять башнями. Таким образом, башни будут стрелять не по тому, по кому они считают нужным, а по тому, по кому считаете нужными вы. Допустим, сели вы на защиту города, да, и на вас едет соперник, у которого будут и в наличии какие-то стрелки, и при этом какие-то пешеходы. Так вот, когда начинается атака города, всегда, в начале каждого хода, независимо от скоростей юнитов, будут стрелять башни. Кликая правой кнопочкой по башням, вы имеете возможность читать, от скольки до скольки урона будут наносить эти башенки. Но, когда вы защищаетесь, наибольшую угрозу для вас несут юниты летающие, которые могут залететь к вам и нанести какой-то ущерб вашим юнитам, это первое. Второе, это если есть какие-то стрелки. Но, опять же, надо уметь считать, кто вам нанесет больше урона. Стрелки, которые стреляют с половинным ущербом, из-за того, что вы находитесь далеко, и плюс есть стены, то есть по вам стреляют в два раза слабее. И летуны, которые, если залетят к вам, вы справитесь или нет? То есть выбираете наиболее проблемных юнитов, которые несут наибольшую угрозу в себе, и начинаете их и отстреливать максимально быстро. И благодаря этому вы сможете оставить соперника только на тех юнитах, которые являются пешеходами, и которые будут стоять и ждать, пока же откроются ворота, либо же падут стены, чтобы можно было зайти внутрь. Вот, например, здесь снимается ответка. После снятия ответки там они как-то начинают влетать внутрь. Вы смотрите, кого вы там не добили, добиваете, и продолжаете в том же духе. Вот, открываются даже ворота. Ну, в данном случае конкретно повезло, но так вести будет далеко не всегда. Поэтому с такой вот артиллерией и управлением башнями вы тоже можете неплохо защититься. Иногда это может сыграть злую шутку с соперником, которого вы еще будете пытаться максимально где-то подзадержать. В общем, смысл, я думаю, ясен. Также довольно интересный момент нужно рассмотреть, связанный, опять же, с тактикой демонения как такового. Когда вы собираетесь воевать с соперником, который может демонить, у которого есть так называемые владыки бездны, допустим. И соперник, который играет через владык бездны, может вполне сыграть довольно-таки хитро и подставлять какой-то стэк для того, чтобы вы их убивали. Вы можете этого, даже если вы новичок, не понять в какой-то момент, но делаться это будет специально, как в этот раз. Потом, например, идет блокировка стрелков каких-нибудь или что-то вроде того. Но мало кто знает, что если создавать клон из адских отродий, если у вас, конечно же, магия воды прокачана, то клоны тоже умеют поднимать демонов из умерших стэков, и этим можно пользоваться. Поэтому клон для игры через демонов, это очень круто на самом-то деле. Здесь можно отбежать. Опять же, подстрел. Поднимаете, например, один стэк демонов. Поднимаете второй стэк демонов. И после этого начинаете там всеми силами пытаться добивать врага. Вы можете попробовать убить какой-нибудь клон. Соперник в отместку, если сделает еще раз клон с того стэка, который, в принципе, уже продемонил, да? Баллиста тоже решает, кого выбивать. Так вот, смотрите, этот клон, видите, он уже продемонил, он никого не сможет поднять при всем своем желании. А этот, даже несмотря на то, что вроде как адские отродья уже походили таким образом, и при этом смогли сделать так, что они уже поднимали, все равно могут поднимать еще раз. Поэтому можно таким клонированием, но пока у вас хватает маны постоянно, демонить и демонить, демонить и демонить во время боя. Это будет огромнейшим плюсом с вашей стороны, конечно же. Но вообще по работе клона, если вы хотите знать, то там есть очень много интересных особенностей, через которые, конечно же, можно продолжать играть. Не все так просто. Таким образом, битва может очень сильно затянуться. Также имейте в виду, что когда вы хотите атаковать ради того, чтобы в какой-то момент откупиться, то есть разменяться с соперником по армии в плюс себе, если вы являетесь специалистом, ну или качаете себе навыки, которые позволяют контролировать баллисту или палатку, то на ходе баллисты или палатки вы тоже можете откупаться. Поэтому, если соперник, например, неопытный, и он начинает убивать вам какую-то армию, типа в надежде сейчас вы пропадете, но при этом не добивает ее до конца и начинает ходить баллистой или палаткой, он забывает, что она еще не ходила, то это дает вам возможность, опять же, откупиться, сбежать или что-то в этом роде сделать. Так что это тоже нужно иметь в виду. Ну а сейчас рассмотрим еще несколько часто встречаемых моментов, особенно в финальных боях, о которых вам нужно знать. И сейчас будет наглядный пример того, ребят. Давайте стрелков где-нибудь поставим по краям. Наделаем единичек. Так вот, пример будет того, что нельзя оставаться в финальном бою на одном стеке. И рассмотрим варианты. Если ваш соперник остался на одном стеке, что с ним можно сделать в этом случае? Во-первых, если он выбегает куда-нибудь на вашу сторону, вы можете накинуть на него слепоту. Таким образом, этот стек больше ходить не сможет. А вы сможете тем временем попытаться всеми силами обогнать, этот стек снять с него ответный удар. И только после этого уже набрасываться в какой-то момент. Ну, баллиста, допустим, что ее здесь нет, потому что она будет не всегда. Тоже стрелять не старайтесь. Пока стек ослеплен, можно будет его попробовать замедлить. Свои стеки надо будет еще ускорить максимально. Потому что вы должны быть очень сильно впереди. Даже если соперник в какой-то момент оживет, скажем так. Да, нет экспертного ускорения, к сожалению. Но, тем не менее, вот, накидываем. Десятая скорость против шестой. Вы уже будете впереди. В идеале, конечно, чтобы экспертное ускорение было, и чтобы вы успели многими стеками обгонять. Поэтому давайте еще раз накинем ускорение на один из стеков, который тоже будет находиться теперь впереди, да? Плюс единички какие-то нужны будут и так далее. Теперь будет шестая скорость. Но, опять же, надо желательно всех тут попробовать поускорять. Ну, или почти всех. Девятая сила магии, и поэтому и слепота будет действовать именно 9 раундов. Следите за тем, какой раунд и когда начинается. Это тоже очень и очень важно. Ну что, начинается следующий раунд. И смотрите, что тут можно сделать. Получается пятая... Нет, надо еще этих стрелков ускорить. Давайте ускорим еще этих стрелков, потому что они тоже раньше должны начинать. То есть будет стрелять десятая скорость. Потом восьмая скорость. И потом на восьмой скорости опять можно будет накидывать какую-нибудь слепоту, к примеру. Ну, как вариант, да? И вот, наступает следующий раунд. И смотрите, что происходит. Вы начинаете будить кавалеристов. Так. Бить пока что не обязательно. Самое главное, не дать походить этому стеку. Поэтому следите за шестой скоростью. Восьмая скорость. Тоже восьмая. И вот тоже восьмая. Так. И, блин, неудобно стоят стрелки. Они же будут последними, да? То есть надо уже, получается, ослеплять еще раз. Да, стрелки стоят, конечно, не с правильной расстановкой, к сожалению, у нас. Итак, опять появляется возможность сразу же стрелять. Опять же уходите в ожидание. Блокируете выход для кавалеристов, к примеру. Можете им даже дать походить. Но так вообще можно не дать даже сбежать. Ну, то есть немножко неправильно я тут скоростя посчитал. Неправильно расставился, да? Под эту тактику. Но, в целом, я думаю, смысл понятен. То есть постреляли, побили, сняли ответочку, к примеру. Потом ослепляете до того, как начнут ходить кавалеристы. И каждый раз постреляли, побили, ослепили до того, как они должны. Поэтому вам важно замедлить этот стэк, свои стэки ускорить. И, в общем-то, дальше уже играть на добивание. Таким образом, соперник вообще ничего не может вам сделать. Сбежать он не может, если у него нет баллисты, там, палатки и так далее. Атаковать он тоже не может. И он просто сидит и смотрит за тем, как вы ему его стэк постоянно убиваете и убиваете. И эти моменты, кстати, это не какая-то редкость. Такое случается довольно-таки часто. Особенно в играх реально хороших и серьезных игроков. Это вполне себе в порядке вещей. Но помимо этой тактики, давайте рассмотрим с вами еще тоже довольно интересный вариант, который тоже случается довольно-таки часто. В этом варианте, допустим, есть много стэков. Ну или давайте сделаем три сильных стэка. Где-нибудь решили закрыться. Допустим, тут стрелки где-то стоят и так далее. И максимально закрылись, да? В углу. Во-первых, эти стэки отлично стоят под метеоритный дождь. Поэтому метеориткой выгодно их будет убивать. Это тоже довольно интересно. Берсерк, когда остается один стэк и берсерк, когда остается много стэков. Каждый из этих вариантов по своему интересен. Ну вот давайте сначала, когда один стэк, да? Вот стэк выбегает вперед, к примеру. Вы накидываете берсерк на один стэк, да? И теперь он будет бить только тех, до кого он будет, в общем-то, доставать. Ваша задача сделать так, чтобы он не доставал никому вообще. Хотя я вижу, что сделать это будет сложновато, да? Можно было замедление, в принципе, кинуть. Давайте тогда задержим. Он будет бить по ближайшему стэку. И здесь отбегаем. И ходить он будет автоматически. Видите, он сам ходит. И после того, как он ударил, с него будет спадать берсерк. Поэтому ему нельзя давать бить. Можно это сделать с помощью того же замедления, что заставит его бегать за вами, да? Помимо замедления, сверху еще на этого юнита можно будет накинуть еще раз берсерк. И таким образом он будет под берсерком до тех пор, пока кого-то не ударит. И если вы не будете давать ему возможность ударить, то, понятное дело, ход к вашему сопернику вообще не будет передаваться. Ну и старайте куда-нибудь перебежать. В идеале потом еще накинуть ускорение на своих ребят. По крайней мере на тех, кто не может убежать, да? А так, все, кто в безопасности, они могут уже постреливать вполне себе спокойно. Еще один стэк потеряли. Но это из-за того, что экспертного ускорения нет. На экспертном ускорении очень легко было бы убегать. Давайте рассмотрим вариант, когда у вас все-таки все будут ускорены. Никто пока не ходит. Так, и вот теперь уже вы можете нормально накидывать берсерк. И теперь можете гонять его по всему полю, по сути. Куда бы он ни пошел. Вот. И в те моменты, когда он не будет никому доставать, вы можете его спокойно расстреливать. Палаточка. Которую тоже желательно выбить. И вот он начинает даже, видите, убивать свою баллисту, свои палатки и так далее. До чего будет доставать, в принципе. А вы, соответственно, будете стараться этим пользоваться. А, он же ударил. Да, тут надо было еще раз, в принципе, накинуть берсерк. За этим тоже нужно внимательно смотреть. Как только он ударил, сразу же надо накидывать еще раз. Вот вы уходите в ожидание. Видите, он ломает свою же баллисту и так далее. То есть, таким образом, берсеркам можно заставить соперника воевать с самим собой и отстреливать его. Плюс вы можете, пока он под берсерком находится, еще и магией его дамажить постоянно. То есть, всеми юнитами просто убегать. А урон, например, будет наносить какая-нибудь магия с вашей стороны. И, как я сказал, этот момент можно встретить очень часто в игре. Так что, это не какая-то редкость. И армия начинает просто таять. Причем очень и очень быстро. А соперник ничего не может поделать, потому что он не может управлять своей армией. Не может ни сбежать, ни откупиться. Откупаться избегать можно только во время хода какого-то своего юнита или баллисты, палатки, к примеру. И это большущая-большущая проблема. Ну, а теперь рассмотрим вариант с берсерком, но только если у вас уже много стеков. Иногда это даже похуже. Но в этом случае надо, чтобы ваши стеки, которых много, да, чтобы они находились рядом. И вот если вы рядом их поставите, у вас тут тоже сразу же возникнут проблемы. Или же возьмем с вами вообще партию, которая была в реальной игре между дебатами Сандра. Когда Сандра напал шестью гидрами плюс баллистой. И был полностью уверен в том, что он сейчас выиграет этот бой, убив одного золотого дракона. Но был берсерк в наличии у дебата. А гидры не могли контролировать все поле. Поэтому гидры ходили автоматически. Ими не мог управлять соперник. И сразу же убили баллисту. Так бы на баллисте можно было бы откупиться. А так нет. Они сразу же ее вырезают. И он опять же продолжает накидывать эти берсерки. Больше, в принципе, гидры ни до кого не будут доставать. И с этого момента дебат понимает, что сейчас он просто стрелочкой попробует убить этих, в принципе, всех шесть даже гидр, можно сказать. Единственная проблема и опасный момент, который здесь есть, это плюс три морали у гидр. Поэтому, если они сморалятся, то, конечно же, побеждают гидры. Но если в итоге морали не заходят, в этом случае, конечно же, дебат себя будет чувствовать более чем уверенно. И просто будет до бесконечности. Ну, не до бесконечности, конечно, но, в принципе, стрелочка дешевенькая. Бьет на 100 плюс урона. И потихоньку, потихоньку так можно перебить всех гидр. Кроме стрелочки, других боевых заклинаний нет. Так, в идеале, если бы было замедление, можно было бы накинуть замедление. И тогда даже морали бы не спасали гидр. А так, без замедления, конечно, приходится во многом рисковать. И видите, просто улетает. Гидра постоянно бегает сама. То есть, соперник не может ей управлять. И пока она кого-то не ударит, с нее не спадет берсерк. Так что, просто легчайшее проведение финального боя. И как же обидно наблюдать, когда твою армию убивают, а ты ею даже не управляешь во время финального боя. Это, конечно, хуже не придумаешь. Вот гидр становится все меньше, меньше и меньше. С каждым разом. Маны тоже становятся меньше. Но здесь много маны в наличии иметь. И не надо, как показывает практика. Все, остается последняя гидра. И еще буквально одна стрелочка. И можно будет даже добивать, если не добьет. Нет, он даже так добьет. Ну вот, начинается, к примеру, игра, да. Соперник как-нибудь там закрывается. А вы со своей стороны ловите его на берсерк. Который, видите, действует на огромную территорию. Теперь все эти войска, на которые подействовали, они начнут бить ближнего. А ближние, это они же сами, по сути. Поэтому армия соперника, даже если она намного сильнее вашей, как в данном случае, она будет убивать сама себя. Вы еще можете попробовать. Ну, замедления экспертного, к сожалению, нет, да. Тогда просто дожидаетесь, пока они все себя там перебьют. Вот, когда перебили, просто накидываете берсерк еще раз. И ждете, пока они опять себя перебьют. Маленькие стеки можно сразу выбивать. А большие пусть разбираются. Ну, вот в данном случае один из стеков получает возможность походить, но он все равно закрыт и никуда идти не может. И периодически просто повторяете этот берсерк. Соперник сам себя убивает. И выйти из-под берсерка очень сложно. Как только у какого-то из ваших юнитов появляется возможность ходить, тут надо, наверное, давать экспертное ускорение, чтобы начинать выбегать отсюда. Либо же накидывать экспертное лечение. Как раз экспертное лечение, оно может вылечить вас от берсерка. Плюс есть кулончики, которые защищают тоже. То есть на каждую имбу, то есть какую-то сверх тактику, всегда есть альтернатива. И тактика, которая может все законтрить. Нет ничего в игре, что невозможно законтрить. Законтрить здесь можно все. Таким образом, соперник на каком-то этапе может даже успеть побежать в вашу сторону, но делать это уже будет поздно, потому что армии почти не остается. И можно с более слабой армией, но за счет большого количества маны просто взять и переиграть армию, которая во много раз сильнее вас. Еще одна поправочка насчет слепоты. Это то, что если у вас экспертная магия огня, в этом случае, когда вы бьете по тому или иному юниту, который под слепотой, в этом случае он не наносит вам даже ответного удара, что очень хорошо. И мы с вами тоже это наглядно можем проверить. А вот если не докачана магия огня, ну тогда, конечно, да. Тогда возникнут определенные проблемы. Куда же без этого. Вот, например, юнит бежит вперед. Вы его ослепляете. Подходите. Поближе, чтобы можно было наносить урон. Как обычно, играете на замедлении. Не спешите ни в коем случае. Начинаете ускорять свои стеки. В данном случае это экспертное ускорение. И когда начнется следующий раунд, можно будет начинать что-то творить. Шестая скорость. У вас минимальная скорость десятая получается. Вот, когда дойдете до десятой скорости, можно будет прекращать. Самое главное, не уходите в ожидание, а начинайте прямо с начала раунда. Гасить. Вот, смотрите, вы сейчас ударите, и он не нанесет ответного. Так, а что, огонь не докачан, что ли, был? Давайте сейчас проверим. А, нет, мы же по нему стреляли. Да, да, да. Все понятно. Мы же его уже разбудили, поэтому разбуженный он дал ответку. Вот сейчас мы подождем с вами в таком случае следующего раунда. Не будем тогда сразу стрелять. И разбудим адскими отродьями. Смотрите, он ослепленный был, да? Вы бьете, и видите, ответка не получена. Как были адские отродья с 31, здоровье и 8 штук, так их и осталось. После чего вы можете, конечно же, попробовать подрастрелять, само собой. И после этого еще разочек ослепить. И так продолжать из раунда в раунд, и заставлять соперника дрожать перед вашим скиллом. То есть, основная задача какая в финальном бою? Нельзя оставаться на одном юнити, в идеале, иначе вы будете уязвимы. Даже если бы был не один юнит, а парочка маленьких, вы бы могли их добивать, последний ослеплять. И у соперника тоже появлялись бы проблемы. Плюс, когда вы становитесь в кучку и закрываете кого-то, вы тоже рискуете. Потому что, во-первых, есть метеорит, которая может пройтись по всей толпе. Есть огненный шар или инферт. на который может пройтись. Есть берсерк, который можно накинуть. То есть, такой массовой магии есть очень много критичной, которая может просто, даже если вы выигрываете по размеру армии, просто свести вашу тактику на нет и привести вас к потерям и проигрышам. Предлагаю рассмотреть разные тактики и стратегии битвы со сказочными драконами. Вариант первый, он же самый простой. Это когда вы берете с собой красный шарик. Они не смогут кастовать никакую магию. Вы со своей стороны тоже. Им придется просто бежать на вас в начале боя. Смотрим. Смотрите, видите, они сразу же начинают сами влетать. Потому что магия не действует. Вы тоже не можете ее кастовать. Таким образом, довольно спокойно-спокойно вы их выбиваете. Вариант второй, он же тоже один из самых простых. Это когда вы с собой берете плащ отречения. То есть, когда им будет заходить какая-нибудь стрелочка или молния, они этим будут бить, а более серьезные заклинания типа метеориточки, там кольца холода и так далее, они кастовать не смогут, потому что это будет запрещено. Смотрите. Вот те, у кого были высокоуровневые заклинания, они полетели вперед. Те, у кого низкоуровневые, они начали наносить урон по вам. Точно так же и вы, например, какие-нибудь заклинания из разряда удар-молнии вы можете бить. А вот остальными, более высокоуровневыми, типа той же метеориточки, да, к примеру. Опа. Нельзя заклинания третьего и выше уровня. Поэтому надо обходиться более дешевенькими вариантами. Они со своей стороны, конечно же, будут продолжать вас закидывать. И вот, смотрите, видите, сработало волшебное зеркало и магия, которую мы накинули на сказочных драконов. она перешла на наших кавалеристов. То есть, с определенным шансом еще и ударная магия, но только прямой урон, вот когда вы вот так, прямой урон видите, снова отбилось на наших кавалеристов. Если бы урон был не прямой, то в принципе проблем бы не было. Но в данном случае он все-таки прямой идет. поэтому и шансы на это все имеются. Вот так вот. А теперь давайте рассмотрим вариант, как же все-таки сделать так, чтобы наносить непрямой урон. И что такое вообще непрямой урон? Непрямой урон это когда вы вроде как стреляете в их сторону, но не поим самим. Так, они накидывают кучу заклинаний на вас, у вас появляется возможность накинуть метеорит. И вот как раз таки метеоритка, она не бьет по какому-то конкретному одному стеку, более того, по одной конкретной клетке. Нет, она задевает много клеток. Поэтому накидывая их, вы бьете их постоянно. И более того, таким образом вы даже никогда не увидите резиста с их стороны, потому что урон непрямой. А вот если будете давать цепную молнию, то все зависит от того, сработает ли она на первый стек. Видите, отбилась. Отбилась и пошла в вашу сторону. Если бы не отбилась цепная молния, то в принципе можно было получше этот бой провести. А так вот метеоритка наиболее, наверное, такой оптимальный вариантик. Давайте еще рассмотрим вариант, когда вы идете на них с кулончиком от любых молний. Таким образом они не смогут кастовать молнии в вашу сторону, а вы сможете кастовать в ихнюю. Более того, вы даже не будете бояться того, что цепная молния, видите ли, отобьется на вас. Вот видите, она отбилась, но вы ее тоже отбили, потому что у вас кулончик от цепной молнии. берете еще раз цепную молнию, бэм, все хорошенечко прошло. Точно так же снова, причем вы не боитесь даже возле себя кастовать, потому что вас в принципе молнии никакие не берут. Вот, еще разочек, ну и дальше уже там можно будет попробовать добивать. еще один вариант это медаль уязвимости таскать с собой, чтобы снять какие-нибудь резисты от магии, но это больше относится к другим юнитам, каким-нибудь черным драконам, эфритам и так далее, чтобы их иммунитеты от конкретной магии убрать во время ваших кастов. А здесь например можно рассмотреть вариант как вам будет проще пробивать на низкоуровневой магии эти вражеские стэки. Опять же тоже вариантов несколько. Вариант первый это на тактике и ускорении попробовать быстро ворваться. Вариант второй это накинуть экспертное замедление на них, чтобы вы за два раунда тоже кем-то добежали и врезались в них. Поэтому накидывать на них эксперт замедления или на себя эксперт ускорения такое в битве можно увидеть тоже довольно таки часто. Ну вот в данном случае вот так вот эксперт ускорения чтобы вы следующий раунд тоже начинали первые. Ну правда вот тут наглядный пример того почему нельзя становиться вместе. Они должны будут конечно же метеорит дать в том направлении да или кольцо холода цепнушки там в общем все идет не как надо. Плюс можно на призывах сыграть. понапризывать побольше каких-то элементалей и заставить их сражаться с ними. а вы просто после того как у вас элементали начнут заканчиваться должны будете воскресить хотя бы один какой-то юнит. Можно вообще побежать на каких-то там слабеньких стеках. Вот видите они сами между собой разбираются вполне себе прилично. так и потом переходите в магию земли начинаете воскрешать своих юнитов какой-нибудь ударный стек желательно иметь один к примеру они там кольцо холода пытаются накидывать нейтралы вообще бывает что когда у вас не остается вашей армии вообще и вы остаетесь только на призванных элементалях они как будто их не видят и считают что вы уже умерли поэтому вообще могут ваших элементалей даже и не трогать в принципе можно было постоять и всех повоскрешать если бы хватало маны либо в одном стеке у вас были бы ваши ударные стеки так что надеюсь и данные игровые моменты тоже вам в какой-то момент могут в игре пригодиться также давайте рассмотрим вариант когда вам надо пробивать либо многочисленную очень армию либо просто по сравнению с вашей очень сильную например у вас есть что-то вроде такой серьезной армии и если вы просто полезете в бой это вас еще устроит а вот в этом бою сколько вас ждет вам предлагают ребята 119 потерять и что вы можете придумать в битве с этой армией чтобы выйти отсюда без потери или почти без потерь конечно же спрятать ударный стек скелетов остальными максимально прикрыться и таким образом ждать играть на выжидании плюс здесь конечно же есть палатка баллиста которая тоже отманивает на себя какие-то стеки и когда вы будете брать с собой боевые машины вы за счет этого тоже можете конечно же серьезно сэкономить стеки начинаете вырезать по очереди при этом желательно успевать каким-то образом прикрывать свой стек но закрыть от всех это крайне сложно вырезаете ну и здесь просто никак не закрыть на 100% все равно достают вот вы потеряли 61 скелета да можно ли в таких случаях терять меньше конечно же можно и на самых простых заклинаниях ускорение замедления особенно если они экспертного уровня это делается очень даже просто сейчас вы это наглядно увидите вот если сделать микс из ускорения и замедления либо просто даже простого ускорения хватит для того чтобы обогнать ваших врагов то это еще сильнее снизит потери во время боя так вот начинается например битва вы даете сразу замедление можете остаться на месте потом следующем раунде даете ускорение и вот тут уже начинается полное преимущество с вашей стороны потому что вы даже единичек можете успевать перестраивать чуть ли не каждый раунд таким образом чтобы к ним не доставали в данном случае ваши боевые машины продолжают задерживать некоторые стеки ну а вы спокойно по очереди вырезаете так и опять же в каждом раунде выходите первым потому что у вас девятая скорость у них четвертая после замедления и даже просто если бы вы дали ускорение то ходили бы первые потому что на единичку обгоняли и в таком случае вы вообще теряете одну единичку и то из-за морали поэтому недооценивать экспертное ускорение экспертное замедление ни в коем случае нельзя на экспертном замедлении там тоже в разы на автомате проводил эти бои начинает с собой даете сразу же экспертное замедление и пытаетесь их как-нибудь развести между собой единички можно отдавать даже под бой а некоторыми продолжать как-то их разводить между собой в данном случае по скорости вы конечно же некоторым стеком проигрываете поэтому спешить ни в коем случае не нужно вырезаете один стек продолжаете закрываться сверху в любом случае теряете даже на замедлении видите гораздо меньше скелетов можно было еще лучше подраться опять же в данном случае нам главное хоть какую-то зависимость увидеть не более того также вашему вниманию предлагаю небольшие хитрости по проведению боев на быстрой битве допустим у вас есть небольшая армия из негрейженных троглодитов плюс немножко бихолдеров то есть в принципе юниты которые умеют стрелять и юниты которые могут нормально закрыться вы едете атаковать гноликов потери которые быстрая битва вам здесь сулит это 10 троглодитов потому что там по скорости вы проигрывали и совсем без потерь вылазить было бы сложно если вы в итоге поедете пробивать гноликов на уже нагрейженных троглодитах вы их потеряете тоже около десяточка но данный пример он видите не очень наглядный особой разницы не показывает если поедете с негрейженными троглодитами сражаться вы их потеряете даже 12 почему вы теряете больше не улучшенных это связано с тем что скорость меньше и вам сложнее держать марку вы не сможете раньше ходить в этом бою поэтому пропуская раньше удары вы больше троглодитов и теряете со своей стороны можно пойти на бой вообще с медленными существами типа гномов которые будут очень медленно ходить и взять с собой немножко стрелков для быстрой битвы это в принципе великолепно потому что гномы будут долго и медленно плестись и пока они дойдут уже в принципе бихолдеры кого-то да подрастреляют поэтому когда гномы вклинятся в бой а на быстрой битве все рвутся вперед ну не сразу но по крайней мере те кто проигрывают по скорости они реально ломятся вперед а вы здесь как раз таки будете вместо третьей конечно на родной земле четвертая скорость что немножечко улучшает ситуацию для гномов но тем не менее ну и плюс еще один гномов это их здоровье которое помогает тоже значимо снижать потери во время этого боя можно вообще взять с собой кучу быстрых единичек и собственно созерцателей и тоже пойти на бой но в этом случае вы теряете всех феечек почему всех феечек теряете да все просто это связано с тем что они очень быстрые и тоже ломятся вперед их таким образом нейтралы могут быстро выбивать также возможен вариант того что вы с собой просто единички возьмете на прикрытие созерцателей но медленные единички точнее вы теряете просто все единички так же как с феечками и не теряете больше никого поэтому казалось бы 45 гноликов типа как их пробивать и многие новички не знают как это делать вот на быстрой битве закрываясь единичками желательно медленными можно довольно с маленькими потерями вылазить из подобных боев можно на финалочку пойти вообще с одним стеком стрелков и не брать больше никого в этом случае вы не теряете никого но когда вы только на стрелках идете без прикрытия имейте ввиду бой может пройти с моралями со стороны нейтралов а может пройти без моралей это два абсолютно разных боя вот если морали будут и стрелки у вас будут у которых есть штраф в ближнем бою то там вы очень сильно рискуете здесь же у бихолдеров в ближнем бою штрафа нет поэтому они себе могут позволить и так проводить бои вполне себе даже комфортно плюс там вы сражались с медленными существами а вот если вы нападете таким образом на кентавров а там еще и грейжен стек то таким образом вы уже единичку тратите в этом бою в некоторых случаях когда вы знаете что нейтралы поделятся на много стеков есть смысл делиться на несколько стеков сразу стрелковых да но тоже не всегда это хорошо вот в данном случае например деление на три таких стека позволило вам выйти с данного боя но уже без потерь а с одним стеком вы теряете одного поэтому вам нужно проводить много экспериментов вот если вы любитель играть именно на быстрой битве то проводите эксперименты разными армиями для себя можете сделать отдельную табличку и с разными расстановками с разными юнитами составить для себя даже целую табличку с полезной информацией более того если вы ее выложите в интернет для общего доступа то вы сделаете даже доброе дело вы поможете тоже ускорить процесс игры для многих особенно новичков которые смогут многие бои вот так вот на быстрой битве проводить с огромной пользой для себя иногда нужно заниматься грейдом существ для того чтобы они получали более высокую скорость и быстрее убивали нейтралов на быстрой битве иногда наоборот лучше не улучшать потому что когда вы улучшили ваши быстрее рвутся вперед и ваших там начинают раньше бить а медленные пока они доползут то ваши уже стрелки какие-нибудь успевают их количество уменьшить и когда начинается непосредственно битва с вашими медленными и вражескими юнитами вы уже меньше урона получаете то есть там вариантов просто тьма точно так же когда вы на стрелков каких-то ломитесь если есть быстрые существа вы сразу можете стать под прямую стрелу и вас расстреляют много а медленные существа они будут идти дольше но при этом под прямую стрелу может быть один а может быть даже и парочку раундов не станут так что можете считать это своим домашним заданием кому интересно можете таким образом поэкспериментировать ну что же можно долго и нудно рассказывать дальше о многих стратегиях и игровых ситуациях обо всем рассказать все равно не получится поскольку слишком велико количество разнообразия в данной игре поэтому думаю на данный момент мы с вами завершим и данный видео урок если видео было для вас полезно не забываем ставить лайки писать комментарии добавляться в группу вконтакте следить за анонсами следующих стримов видео а также быть в курсе последних новостей канала с вами был Армак у меня на этом все всем пока до новых встреч